Ломаем западные тренды натуральной красотой. Впервые в истории международного конкурса красоты Мисс Вселенная на финальной сцене выступит Беларусь. Представлять нашу родину отправится Мисс Беларусь 2023 Илеонора Кочеловская. Позади многочасовые прогоны до филея. Требовательные преподаватели, никаких компромиссов. И вот уже завтра Илеоноре предстоит преодолеть долгий путь к точке назначения в Мексику. Ну а сегодня моя коллега Виктория Шаркова успела запечатлеть последние штрихи к приготовлениям. Первые эмоции. Сразу фраза, которая пришла мне в голову. Мы покорим космос второй раз. Фотосессии, сотни часов подготовки и бессонные ночи. Из-за стресса у красавицы даже пропал голос. Хоть за эти дни Илеонору облюбовали десятки камер, но этот день перед вылетом самый ответственный. В сборах участвует огромная команда. Основная команда – это специалисты национальной школы красоты, это фотографы, художники-стилисты, преподаватели актерского мастерства, сценического искусства, хореографии, дефиле. На протяжении месяца были подготовлены и проработаны различные мероприятия на территории нашей страны, нашей участницы. Репетиции основной упор делался на актерское мастерство, речевой этикет. И самое главное – это подбор каждого образа и продумка каждого образа. А именно, будь это деловой образ, коктейльный образ, вечерний и конкурсный образ. И какая же королева красоты без того самого платья? Финальный выход будет самым что ни на есть роскошным. Дизайнеры остановились на огненном красном цвете. Понимая, что чаще всего девочки-финалистки используют блестящие ткани, и это светлые оттенки, мы ушли в контраст. Элеонора действительно обладательница потрясающей красоты природной. И красный цвет, он очень подчеркивает ее красоту и становится таким акцентом. В промежутках между дефиле нужно было отработать парикмахерские навыки и нанесение макияжа. Ведь на конкурсе Элеонора будет полностью собирать себя сама. Она ведет с собой достаточно качественные тона, пудры, консилеры. Для того, чтобы подчеркнуть ее взгляд, у нее яркие голубые глаза, поэтому мы используем какие-то каялы, это карандаши для глаз, коричневый либо черный, в зависимости от того, день это либо вечер. Румяна, это тоже очень важно, потому что любые румяна освежают вид, без них никуда. Мне кажется, мы были в каком-то тандеме, потому что все понимают цель, идею. Мы должны показать культурный код Беларуси, нашу идентичность через костюмы, через нашу какую-то подачу. Ведь конкурс красоты – это не только про красоту, а скорее про целостность и готовность команды, продемонстрировать и визуально, и морально все, что у нас есть. Поэтому костюмы – это будет отражение нашего белорусского, прекрасного, культурного, где-то исторического даже, такой целостности. За корону на протяжении двух недель будут бороться более ста девушек из самых разных стран. Для жюри будет главной не только внешность, где красавицы из Беларуси традиционно в лидерстве, но и внутренняя сила, обаяние и упорство к победе. По этим качествам Элеонора Кочеловская в топе претенденток на корону. Виктория Шаркова, Роман Филютич, Первый информационный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова